Октябрь – самое удачное время для закупки овощей. Выбор большой, а цены уже не кусаются, даже наоборот. При умении торговаться можно сэкономить приличную сумму. Ну, оптом, конечно, дешевле намного. Когда берут мешок два-три, или когда вот сетку, например, берут вот такую вот. Ну, цены, они вот лавируются вот так вот. А какая картошка красная, белая будет лучше лежать в почту? В принципе, вся и такая, и такая. Мне кажется, белая лучше. Продавцы расхваливают товар, лишь успевая выбирать да оплачивать покупки. Вот картошечка из Нижегородской области, а вот из соседнего Энгельса. У некоторых торговцев за годы работы на продаже овощей сложилась отменная репутация, и они даже этого стесняются. Но всё-таки, переборов в себе смущение, рассказывают, что нужно делать с картофелем, чтобы он лежал в погребе до весны. Белая картошка у меня из Тамбова, сорт Адрета, она очень рассыпчатая, разваристая, внутри жёлтенькая. Красная картошка из Башкирии. Это сорт Розара, она больше идёт на жарёвку и очень хорошо лежит. Любую картошку на хранении нужно обязательно сушить. Просто некоторые люди у нас покупают сразу в погреб, потом жалуются, что она гниёт. Какая бы картошка сухая ни была, её нужно обязательно сушить, немножко проветривать. Потом все результаты. Мы картошкой занимаемся очень давно, у нас люди очень много по городу знают. Плохие сорта не возим. Цены на овощную продукцию на ярмарках держатся уже на одном и том же уровне три недели. И если на муниципальных ярмарках выходного дня стоимость сельхозпродукции ни в коем случае не может превышать рекомендованную, то на частных торговых точках действуют другие законы. Мы, конечно, цены рекомендуем, но в основном всё диктует рынок. Потому что, сами понимаете, если продавец приехал и сильно задерёт цену, у него просто никто не будет покупать. Сейчас настолько большой выбор у нас, что продавцам невыгодно поднимать цены. Они постараются, и тем более в такой самый продаваемый месяц, скорее эту продукцию продать. И поехать за новой и купить. Поэтому нет. Я думаю, что на частных ярмарках цены не намного выше, чем на этих. Мы проехали по нескольким ярмаркам и можем вас заверить. Цены и правда почти везде одинаковые. Картофель – 15 рублей, морковь – 20, капуста – 10-15 в зависимости от сорта. Но оптом, как говорится, дешевле. Итак, где же работают овощные ярмарки? В первую очередь у нас работают ярмарки выходного дня, муниципальные ярмарки, которые проходят на улице Факел Социализма. Традиционное место в районе торгового центра «Альянс» по субботам. И по воскресеньям в октябре ярмарки будут проводиться на центральной площади города. Потому что очень большое количество покупателей, большое количество продавцов, чтобы было удобно заехать, покупать. Поэтому будут на центральной площади города проводиться. Кроме этого, у нас ярмарки проходят, вот, например, как здесь, это эко-ярмарка, которая работает четверг, суббота, воскресенье. Также у нас работают ярмарки на улице Вокзальной, это ООО «Восток». Также у нас работает ярмарка на площадке перед магазином «Победа» в четвертом микрорайоне. И ежедневная ярмарка по улице Факел Социализма у того же торгового центра «Альянс». И у площадки торгового центра «Старград». Поэтому территориально жителям города можно выбрать удобное место, где им удобнее, ближе. И всех жителей города приглашаем на наши ярмарки. Ну а скоро этот список пополнится еще двумя объектами. Еще одна современная ярмарка должна появиться в скором времени возле вокзала. Сейчас здесь производят работы по возведению металлоконструкции для павильонов. И отметим, что эта ярмарка должна была открыться немного раньше. Однако ей помешали ремонтные работы возле вокзала, который производит компания «Т-Плюс». Кроме павильонов, здесь оборудуют комфортную парковку и на территорию рядов запретят въезд любого транспорта. А для торговли с кузова предусмотрена отдельная территория. Также здесь будут обустроенные места для дачников. А в том, что и новые, и уже привычные места торговли овощной продукцией пользуются популярностью горожан, сомневаться не приходится. Опытом берем. Дешево и нормально. Не обманывает, как вот на той ярмарке, на железнодорожном вокзале. Выбираю, потому что близко ходить и дешевле. А качество вас утраивает? Да.